Пиво vs пиво Как я посмотрел, это означает Северное сияние Второй участник, фаворит Это Underdog, Mystic Circle Mystic Circle От Ярославльской пивоварни Plan B, они у нас уже были Я уже не помню просто, каким сортом По традиции про IPA Ничего не рассказываю Все будет по ссылке В описании, которая ведет на Яндекс.Дзен Где у меня написано Все про IPA Честно скажу, объективно и сердцем выбрать Среди этих двух представителей Фаворита и Underdog Было тяжело мне Вплоть до невозможного Поэтому я просто решил сориентироваться на Рейтинг этого пива в Антапте Расставил их в соответствии с рейтингом Ну вот у Vermarys Немножко рейтинг пониже Но разница ничтожная, можно сказать Про пивоварню Plan B рассказывать не буду Она у нас уже была, а вот про пивоварню расскажу Поскольку они первый раз нашел Это пивоварня из города Таллин Я думаю, что в Эстонии они варят уже несколько лет И в принципе, если им память не изменяет Является одной из Ну если не крупнейшей пивоварней В Эстонии из постекрафтовой То одной из точно И они также, если я правильно понимаю Входят в состав учредителей и организаторов Таллиннского крафтового фестиваля Которые по популярности И расхайпованности По крайней мере здесь у нас Ну и в окружающих европейских странах Я думаю, ничем не уступает Или практически не уступает Датским фестивалям Типа Микелера или Демоленовского Мое личное отношение к Пыхеле Довольно простое Я пил от них несколько сортов пива Были хорошие, достойные сорта Но откровенных бомб Мне пока пробовать не довелось Судя по их официальному сайту Они варят довольно много различного пива Постоянки, так, всякие сезонки Есть кисляки, IPA И бочковая выдержка Ну, пожалуй, одно пиво стоит отметить Опять же, эстонский язык мне не дается Что-то типа Название, да? Две буквы Осумляутами Если правильно помню Мне подсказывают, что это означает Типа ночь По-эстонски Собственно, есть куча вариантов Есть базовые Это имперский портер Очень крепкий и плотный Есть базовые варианты Есть выдержанные в бочках И так далее и тому подобное Они эту тему начали развивать В серии, что у каждой Уважающейся пивоварни Крафтовой Должен быть вот такой крепыш Который они Возносят на свой штандарт И развивают в качестве Флагманского продукта Думаю, достаточно рассказа О пухеле Надо переходить, собственно, к самому пиву Так, что у нас тут есть Это Vermalisette Индия ПЛЛ 6,5% алкоголя Бутылочка 0,33 Обошлась мне в 360 рублей Не дешево, потому что пиво импортное Собственно, здесь есть небольшая аннотация На эстонском и на английском На английском нам говорят о том Что это мощный Охмеленный IPA Где используется смесь американских хмелей Обещают свежий цитрусовый И гриффрутовый удар Осадка немного я зацепил Похоже Неаккуратно Ну ладно Цвет достойный вполне Пиво мутноватое Даже, ну Можно сказать, мутное Наверное, это в том числе из-за того, что я и осадок зацепил Дрожжевой Стойкая, достаточно мелкая пена Запах очень приятный Ну пахнет действительно каким-то классическим американским блендом Все как и обещано Цитрусовый Гриффрутовая кожица Ну Вчера вот была встреча пивного клуба Мы там пили пару сортов пива С использованием настоящего гриффрута Конечно Здесь это очень ассоциативно Гриффрут Отличается Настоящий Ну Какой-то вот такой Цитрусовый Хвойный Аромат здесь есть Довольно мощный Пиво, кстати, произведено 26 марта Нет, это срок годности 26 марта Ну рискнул предположить, что срок годности у него Наверное полгода Производство Наверное Ну значит осенью В сентябре Давайте пробуем У пива Такой чайный Прикус Горчинки И Кстати, горчи почти нет Ну как почти нет Она достаточно слабо выжжена И появляется только на глубоком послевкусе Длинном Вот сейчас вот горечь появляется Обычно у IPA Особенно у тех, которые у нас сварены У них эта горечь, она появляется практически сразу То есть вот это пиво проглотило И эта горечь, она есть В основном языке А здесь нужно сначала Причмокивая Уисковичного какой-то Вкус В основном Чайный А дальше Вот-вот Горечь приходит только на послевкусие Пиво достаточно ароматное Не буду долго думать Об оценке Пиво хорошее Постоянно я бы пить такое пиво, наверное, не стал Потому что Оно Даже не безотносительно цены Безотносительно стоимости этого пива Ну, оно ничем не выдающееся, наверное Хорошее, достойное пиво Скажите, что я зажрался Я соглашусь с вами Ну, это Для меня 3,75 Оценку 3,75 У меня получает пиво Достойное Хорошее Которое Ну, я Не стал бы употреблять На регулярной основе Исключительно Из-за наличия Более интересных Сальто Двигаемся дальше Дальше у нас Mystic Circle Я уже показывал, правда Вот План B из Ярославля Здесь Тоже 6,5% Алкоголя Тоже предполагается Тут написано, правда Какие американские хмели Ну, что-то, что здесь написано Явно Американ IP И бутылка мне обошлась 230 рублей За 0,5 Довольно, кстати, дешево Относительно топовых пивоварин Которые в том же магазине Которые я купил Тут обычно под 300 Ну, оно Явственно Чуть более светлое И гораздо более прозрачное Есть такая Небольшая муть Но сейчас В эпоху Нью-Ингланд IP Такое Такое пиво, наверное Называется прозрачное Здесь в аромате Уже есть соло Немножко какие-то Карамельные Как будто Тона Но Иногда Хмель Типа синку Он дает Похожий Какой-то эффект Тоже такой Чайно-хвойный Чайно-хвойный Цитрусов Ну, в принципе Пахнет, как типичная Американ IP На какой-то Классическом наборе Хмелей То есть На какие-то там Новомодные вещи Не знаю Адах 7, да Но Классик Типа Сунтейнил Цитрусов Здесь вкус тоже Немножко чайный Но Он гораздо более богатый То есть Наверное Потому что пиво Более свежее На самом деле Пиво сделано в ноябре Даже В середине ноября Мне оно Назначено Больше нравится Вкус Опять же Горечь нейтральная Ну Насколько я может быть Нейтральная Говорить Что здесь 40 IBU Никаких Кошмарных цифр В 40 IBU Нет И Думаю Что Это примерно Так и есть 40 IBU На вкус Тоже ощущается Что Норчинка Безусловно Присутствует Человеку Неподготовленному Пиво Покажется Горьким А для того Кто В APA Искушен Пиво Покажется Довольно Мягким Очень умеренным Самое главное У него есть яркий Вот такой Тоже Солодовый Трюк Которому Наследует Тут же Хмелевая Горчинка В послевкусе Несколько Более Ну Пустоватый Относительно Может быть Вермалис Я не ожидал От этого пива Если честно Ничего особенного И Приятного Девого Неплохо И С удовольствием Поставлю Это вам пиво Учительнее Ну И следовательно Как бы Сюрприз Произошло Сегодня У нас Одерживает Верх Пивоварный План Битборд Ярославль На этом я с вами прощаюсь Это было шоу Пиво Версус Пиво На канале Бирхэт Увидимся В следующих выпусках Всем пока